Слышишь, Лешка, может руки, лицо? Может так оставить? Готовы? И ты голову свою убери в карман. Вот так, вот. Пишем? Тихо, всё, мы с ним тихо. Ну я из первого класса перешёл в третий, из третьего перешёл в пятый. И с первого в третий я там сдал дополнительно, летом занимался. И с третьего в пятый так, по школьной программе. Все так прыгают. Музыка не мешает учиться? Наоборот. Учёб мешает музыке. Поднимай вверх. Вот так, держи, держи, вот так, держи. Ты был учеников номер один? Да нет, тогда я ещё был таким рядовым, самым обыкновенным. Там, учился вместе со всеми, там, предмет хор был, пел вместе со всеми. Так, не очень заметно был. Это уже потом. Ты считаешь себя знаменитым человеком? Нет. А хотел бы стать знаменитым? Ну, хотел бы. А для чего? Ну... Ну, хорошо, ты вырастешь, будешь самостоятельным человеком. Во сколько ты собираешься стать самостоятельным человеком? Лет 21, наверное. Почему именно 21? Ну, потому что тогда я уже училище закончу, консерваторию закончу, учиться полностью закончу. И тогда почувствую себя самостоятельным человеком. Ты будешь зарабатывать деньги на жизнь, именно занимаясь музыкой? Постараюсь. Ты считаешь это вероятным? Ну, считаю. У тебя есть какой-то график, допустим, достижения каких-то целей? То есть, во столько-то лет я буду там-то, во столько-то я буду там-то? Нет. Я просто живу и живу. Смотришь телевизор? Редко очень. А что ты вообще делаешь, кроме того, как учишь уроки и занимаешься игрой? Я читать очень люблю. Что ты читаешь? Ну, много. Ну, фантастика. Мой любимый писатель Брэдбери. У тебя есть девчонка любимая? Нет. А почему? Ну, потому что я этим не увлекаюсь. Я думаю, еще долго не будет. У тебя есть друзья, с которыми там в футбол играешь? В футбол я ни с кем не играю. Один играешь? Нет, вообще не играю. Ну, такие вот, которым позвонить можно, поговорить, там, уроки спросить. Я когда в школе не был, такие есть. Они тоже музыканты? Нет. Как они относятся к тому, что ты играешь и очень много времени проводишь дома? Ну, равнодушно. Им нравится, как ты играешь? Они просили тебя играть? Нет. Ни разу? Нет. Ну, их так не интересует. Ты их приглашаешь к себе в гости? Редко. У тебя есть такой друг, именно друг, которому ты можешь все на свете рассказать, все свои мысли? Нет. Почему? У мамы? Нет. Почему ты считаешь, почему у тебя нет такого другого? Тебе он не нужен? Ну, я считаю, что все свои тайны раскрывать никому не надо. Даже самому близкому человеку. Когда в последний раз ты плакал? Плакал? Не помню. Ну, давно. Не так что лет. А смеялся так, что вы прямо слезы на глазах наворачивались? Ну, бывало такое. От книжек. От некоторых. Вот, например, писатель Джеральд Даррелл. У него очень смешные места есть. Тебе хорошо с ума у с собой? Ты вообще одиночка? Да. Ты любишь животных? Ты же читал Джеральд Даррелл, значит, и любишь животных. Ну... У тебя есть дома какие-нибудь животные? Дома нет. Раньше был. Собака была, кошка была. Кот. Как ты относишься к животным? Ну, вообще, я так не очень бы хотел, чтобы у меня дома были. Ты обращаешь внимание на свою одежду, когда я в школу? Или тебе там безразлично что-то наделал этим утром? Ну, я не очень обращаю. Я не очень. Вот тут ты носишь длинные волосы. Ты считаешь, что ты становишься похож на каких-то знаменитых музыкантов? Нет, это мой личный имидж. Ты задумывался над ним уже? Да. А почему я практически все музыканты очень любят носить длинные волосы? Это как-то помогает? Не знаю. Ну, как-то романтичнее выглядит, наверное. Самые плохие качества, по твоему мнению, какие у тебя? То, что тебе самому может не нравиться. Ну, это трусость и эгоизм, мне кажется. Ты любишь анекдоты? Люблю. А сам знаешь какие-нибудь? Ну, наверное, мало. Смеешься над пошлими анекдотами, которые мальчишки рассказывают в классе? Нет. Тебе не нравится пошлость. Ты можешь дать в лицо мальчишке, который обидел на твоих глазах девчонку? Грубо обидел как-нибудь. Ударить. Ну, ударить я никого ударить не буду. Словами? Ты считаешь, слова могут помочь? В какой-то степени, да. Но ударить я никого никогда не буду. Если девчонка объяснит тебе любви, то как поступишь в эту ситуацию? Вот завтра прям придешь в класс, она подходит тебе и говорит. Ничего не скажу. То есть ты просто повернешься и уйдешь? Да. Почему? Потому что мне так хочется. Может наступить такой день, когда ты будешь идти по улице Нижнего Новгорода, по Покровке или еще, тебя будут узнавать в лицо? Хочется верить. Наверное, будет. Тебе будет приятно, что тебя будут узнавать в лицо? Ну, наверное, будет. А тебе не кажется, что в то время, когда ты достигнешь каких-то высот, когда ты прославишься, в то время уже очень мало людей будет увлекаться классической музыкой, тебя просто и по этому не будут узнавать? Нет. Такого никогда не наступит. Какова судьба классической музыки? Мне кажется, что могут измениться инструменты, на которых играешь. Сейчас вот появилось много синтезаторов различных, но более высокой по технике и инструментов. Классическую музыку можно будет играть на них, но сама музыка, она никогда не исчезнет. Ты пробовал играть на синтезаторах? Нет еще. Ты боишь? Хочешь попробовать? Ну, хочется. Ты боишься конкуренции сверстников? Нет. Если появится молодой человек, который будет играть лучше, чем ты, при знании в специалистах, быть Моцарт и Солери? Да нет, просто будем заниматься параллельно. Вдруг ты не станешь великим музыкантом? Не знаю, что. А что ты будешь делать? Ведь ты работал, наверное, для этого всю жизнь. Практически. Ну, так ведь. Все равно я буду музыкой заниматься. Это уже на каком уровне, это уже другой вопрос. КОНЕЦ Слушай, давай заново. Нет, не заново. Давай заново. Зачем? Ну, давай заново. Ну, пишем все, давай заново. Слушай, давай заново.